В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерины Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Кандалакшский порт выбился в лидеры по росту объемов грузооборота. Сигнальный вариант новой книги готов. Учащиеся детской школы искусств пробуют себя в роли иллюстраторов. Сообщи, где торгуют смертью в регионе, начался второй этап масштабной профилактической акции. Бюджет Мурманской области на будущий год. Хоть и обещает быть дефицитным, о чем мы уже сообщали ранее, тем не менее в казне предусмотрены средства на индексацию социальных выплат и зарплат бюджетников. Существенного повышения, конечно же, не ожидается. Речь идет лишь о 4%. Именно настолько планируется проиндексировать расходы, предусмотренные на оплату коммунальных услуг и социальные выплаты, в том числе и приемным родителям. Средства на эти цели заложены в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы. Кандалакшский порт выбился в лидеры по росту грузооборота. На сегодняшний день одно из старейших предприятий нашего города входит в пятерку самых перспективных портов Арктического бассейна. По данным аналитиков, объемы грузооборота только в Кандалакшском порту выросли на 218% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что положительная динамика наметилась еще в первом полугодии 2017-го, по итогам которого порт отгрузил более 1 миллиона тонн угля на экспорт, увеличив тем самым прежний показатель почти втрое. Достигнуть этого удалось благодаря росту экспортных продаж угля и оптимизации логистических цепочек. Сейчас Кандалакшский порт занимает вторую строчку в рейтинге самых перспективных предприятий Арктического бассейна. Абсолютный же лидер рейтинга – стремительно развивающийся ямальский порт Сабета. Он увеличил грузооборот с начала текущего года почти на 300%. Во всех регионах России, в том числе и Заполярье, начался второй этап антинаркотической операции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция на протяжении ряда лет является не только способом привлечения внимания общественности к проблеме наркомании, но и призывом для всех граждан к непосредственному ее решению. Полицейские обращаются за помощью к северянам. Каждый гражданин, располагающий любой информацией о фактах организации наркопритонов, продаже, хранении, транспортировке наркотиков, а также безрецептурного отпуска из аптечных учреждений лекарственных средств, содержащих наркотические средства, может передать ее в областное управление наркоконтроля. Это можно сделать, обратившись по телефону в Мурманске 44 32 30. Сотрудники правоохранительных органов обещают, что любая полученная информация будет проверена. Сегодня свое 70-летие отмечает Олег Семенович Бундур, детский поэт и писатель, хорошо известный не только в Кандалакше и Мурманской области, но и далеко за пределами нашего региона. Его стихи и рассказы о семье, школе, природе Кольского края знают и взрослые и дети. Творчество нашего земляка признано и в литературных кругах, и в педагогических. Подтверждением тому 16 стихотворений, вошедших в новое издание «Букваря». Еще произведения Олега Семеновича можно найти в десятках учебников для младших классов и пособий по русскому языку. В 2016 году Олег Семенович Бундур был отмечен премией Корнея Ивана Чачуковского, что дает право автору причислить себя к писателям-классикам. Олег Семенович Бундур родился в Донбассе, молодые годы провел в Санкт-Петербурге, но большую часть жизни посвятил нашему городу. Как отмечает сам писатель «Мой дом Кандалакша». Так, к слову, называется новая книга автора, посвященная 500-летию нашего города. Над иллюстрацией к зданию уже больше месяца колдуют учащиеся детской школы искусств номер один. Учащиеся детской школы искусств номер один неоднократно становились призерами и победителями различных конкурсов и фестивалей. Их работы, картины и рисунки украшают выставочные залы. И это вызывает чувство гордости за ребят. Впрочем, сейчас у мальчишек и девчонок появилась возможность по-настоящему войти в историю. А точнее, стать соавторами книги об истории Кандалакши, написанной Олегом Бундуром. Он сам обратился к ребятам с предложением проиллюстрировать издание. Каждому юному художнику выдали главы новой книги, пометками и пожеланиями писателя. И работа закипела. Мы сделали своего рода жеребьевку. Мы просто разобрали с преподавателями какую-то часть листов, каждый себе взял. И, в общем-то, отдали эти листы в случайном порядке. Специально для того, чтобы исключить возможность выбора, чтобы у детей была возможность попробовать себя в чем-то новом. Не просто нарисовать то, что прямо очень хочется, а вот попробовать себя, попробовать свои силы, найти другой сюжет и его попробовать изобразить. В большинстве своем дети выбрали техники, связанные с акварелью. Техники по мукрому, по сухому. Как правило, в одной работе дети стараются комбинировать все, что они знают об этих красках. Поэтому техника смешанная, акварельная. Я бы объяснила это так. Новая книга Олега Бундура «Мой дом Кандалакша» довольно увесистая по объему в ней. Без малого полсотни глав. И каждая рассказывает об определенном историческом периоде. О становлении Кандалакши, о предках наших поморах, их быте и занятиях, о памятниках, людях, предприятиях, климате. Как предварительно посчитали художники, чтобы украсить и визуализировать издание, понадобится 80 рисунков. Часть из них уже готова. Я рисовала село Ковда и Кандалакши алюминиевый завод. Кандалакши алюминиевый завод я решила нарисовать, потому что там у меня работает папа. И поэтому мне показалось, что я подумала, что мне хотелось попробовать нарисовать Кандалакши алюминиевый завод. На своей работе я изобразила, как ловят рыбу ярусом. Ярус – это длинная веревка, на которой расположены много маленьких веревок. На каждой из веревок есть крючок, на который цепляется рыба. Когда рыболовы вытаскивают ярус и снимают рыбу с крючков. Юные художники демонстрируют большой интерес к новой работе. А еще признаются – было непросто. Ведь для того, чтобы придумать иллюстрацию, одного умения мало. Необходимо полное погружение в материал. Вот эта вот работа про старый Кандалакшиский причал, где парусники, все это надо было искать. Уже долго искали, нарисовали. И вот достаточно долго все же делали эту работу. А вот эта вот работа, я делала в один день с этой, чтобы быстрее было на каникулах. И вот это вот особенно не такая кропотливая, а вот это вот здесь надо все прорисовать, окошки, все. Оформление книги, написанной в год сразу двух юбилеев, самого автора и города, которому посвящается издание, почти завершено. В ближайшее время история Кандалакши уйдет в печать. Книга, как нам сообщил автор, будет издана небольшим тиражом, но все участвовавшие в ее создании получат в качестве гонорара по экземпляру. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас ровно в 19.00 на телеканале ТНТ Кандалакша. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok